Пётр Алексеевич у нас художник самобытный, художник-любитель, но тем не менее хочу отметить, насколько он плодовитый художник, сколько у него чудесных акварельных работ. Пётр Алексеевич Журавлёв в нашем городе известен, пожалуй, каждому. Не только как писатель, автор многочисленных очерков, стихотворений, сочинитель и исполнитель авторских песен под гитару, но и как талантливый художник-любитель, пишущий картины по велению души и сердца. «Человек многогранный, своеобразный, интересный. Вот я в этих искусствах не понимаю, но смотрю на многие картины, и эти картины, они без разрешения лезут в мою душу. Я оценки не даю, но я радуюсь тому, что Пётр Алексеевич рисует так красиво, по-народному, по-простому». Работы Петра Алексеевича неразрывно связаны со знаменательной датой. Это и сюжетные иллюстрации, в которых отражены частички истории нашего города, и, конечно же, портреты, которые занимают важное место в творчестве художника. Одним из ярких этапов литературной жизни Петра Журавлёва стал выход в свет очередной книги. «У Петра Алексеевича вышла новая книга «Легенды и были комбинаты», где он короткими рассказами очень душевно расписал всю жизнь комбината города. Я надеюсь, что всё, что он написал, это очень правдивые истории. Даже если они не слишком правдивы, они очень интересны». Среди гостей выставки ветераны предприятия, ученики художественной школы. Ведь у молодого поколения появилась возможность перенять опыт, сравнить, средиться с особенной энергетикой работ и познакомиться с художником. В своих работах Пётр Алексеевич использует художественную акварель и специальную бумагу. Портреты пишет зачастую с чёрно-белых фотографий, создавая их в цвете. «Тут много людей, которые ушли уже в жизни. Казаков, бриллиантов и прочие. Они же давно-давно пошли. Поэтому вся выставка посвящена 75-летию города. В основном сотрудники по заводу даже, ну и комбинатского значения, генеральный директор Борисовский, Лысов, знаменитый певец, там же был, с другого завода. Ну, сотрудники, конечно, предприятия в основном. Ну, правда, попадали художники Корнеев. Но он тоже когда-то работал на нашем предприятии». Ограничиваться выставкой Пётр Алексеевич не собирается. Он принимает участие в издании книги «К юбилею города», над которой трудится целая команда. «Сегодня мы с издательством «Инаш» работаем над книгой для города. Там, конечно, мне уделена небольшая часть поисторической. Справки для этой книги. А в основном работает команда целая. Ну, моя часть историческая. Где был первый барак, где была первая школа, где был первый садик, где был первый ребенок. Вот такой вот. Где первый магазин, где первый трамвай, когда, во сколько. А достижения города сегодня и будущее – это рисуют другие люди». Выставка открыта для посетителей и будет радовать горожан до 15 сентября. Альбина Кашапова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».